Да, у нас уже вечер. В общем, что мы будем с вами сегодня делать? Какая у нас тема? У нас тема домашние полуфабрикаты и еще больше она такая тема под заготовку впрок на 1-2 недели. Потому что как раз полуфабрикаты и умение их готовить, использовать, замораживать, вакуумировать, заготавливать другим способом помогает нам колоссально экономить время, силы и деньги на кухне. Но основная тема всего моего проекта «Меню недели» и все то, что я делаю, это как раз, вот это и есть тема, как сделать так, чтобы у вас дома всегда была полезная, вкусная домашняя еда при минимальных затратах времени, силы и денег. И вот мы сегодня разберем и поговорим о таком инструменте, как заморозка домашних полуфабрикатов, заготовка домашних полуфабрикатов, ну и все, что можно будет с этой темой связать. Какая цель у нас сегодня, нашей встречи? Я думаю, что она продлится где-то час-полтора. И я хочу вам рассказать, как делать заготовку полуфабрикатов, чтобы сократить время и силы, которые мы тратим на кухне. Тема очень большая, она состоит из очень многих подтем, поэтому будет очень много таких обзорных вещей, важных, фундаментальных вещей, но давайте прежде всего познакомимся. Меня зовут Дарья Черненко, я знаю, что меня не надо представлять, потому что я пригласила на этот вебинар только участников рассылки. Ладно, поэтому я уверена, что вы со мной знакомы, что вы меня знаете и были на каких-то моих вебинарах, уроках, мероприятиях. И то, что касается сегодняшней темы, вообще, как я дошла до жизни такой, почему вот эта тема возникла, полуфабрикаты, приготовление полуфабрикатов, к чему это, да? Значит, история началась в 2012 году, я пошла в роддом за второй дочкой. А так как я была мамой уже опытной, это был мой второй ребенок, то я уже знала, что меня ожидают. Когда я ходила за первой дочкой на вопрос, там, ты боишься, я отвечала, да нет, ну, чего там бояться, все будет хорошо. Вот второй раз я уже шла мамой опытной, я уже знала, что когда я вернусь, последнее, что мне захочется делать, это возвращаться к плите, и стоять и готовить, там, обеды, завтраки, ужины, ребенку старшему, мужу и себе, да? Поэтому я подумала, что самый простой способ, это сделать какое-то большое количество заготовок домашней еды, которые будут, во-первых, в морозилке и в холодильнике в то время, когда я буду в роддоме, а во-вторых, когда я уже вернусь, и мне будет точно не до готовки, это как бы поддержит меня, потому что кушать все равно захочется, и старшая дочка будет все равно, ей все равно будет хотеться кушать. План я осуществила, и действительно все получилось так, как я задумывала, когда я вернулась, это было огромное спасение. Половина запасов уже была уничтожена, но половина еще осталась, и вот эта головная боль, которая связана с приготовлением еды тогда, когда вообще не до готовки, она была снята. Я подумала, ну классный же режим, оказывается, так можно делать, так даже нужно делать, периодически в те моменты, когда нет времени, нет сил, нет желания готовить, и обычно я эти моменты заранее как-то предугадываю и готовлюсь. Ну, например, я знаю, что вот когда приезжают гости, да, я живу в Санкт-Петербурге, когда гости приезжают, они не сидят дома, они рассчитывают на то, что я поработаю тоже немножко экскурсоводом, и вот, а когда мы возвращаемся уставшие домой, они рассчитывают, что будет, они будут накормлены, и я проявлю чудеса гостеприимства. И в этом режиме единственное, что спасает, это до приезда гостей, опять же, приготовить большое количество еды и заниматься развлечениями, общением, а не заниматься и не стоять у плиты целыми днями. Совсем скоро лето, и в этот режим я летом тоже очень часто перехожу, потому что не хочется, когда жара, и вообще заниматься хочется прогулками, отдыхом, какими-то поездками, а не тем, чтобы готовить очень много, поэтому я тоже в этот режим часто перехожу, готовлю заранее много всего и уже отдыхаю. Ну, или вот как сейчас я вам буду показывать то, что я делала буквально две недели назад перед отъездом. Я сейчас в такой, в отпуске, в командировке, и запас, который я сделала для себя, для своей семьи, вот он сейчас, я вам как раз его покажу, как это можно сделать. Вот такая история. Обычной жизни я живу, планирую меню на неделю, но вот в ситуациях, когда я знаю, что у меня не будет времени, желания готовить, там какой-то напряженный график жизни, работы, годовой отчет или что-то в этом роде, вот это в этой ситуации очень выручает заготовки, которые можно сделать заранее. Теперь у меня вопрос. Кто из вас готовил полуфабрикаты для заморозки вот в таких масштабах, чтобы хватило, например, там на неделю, на две, поставьте, пожалуйста, плюсик. Или опишите ситуацию, вижу, что вот таточка пишет, «Я к рождению второго ребенка тоже наделала заготовку, благодаря вашему курсу по заморозке, после возвращения с роддома это меня очень спасало». Да, вот точно, вот такие ситуации. Кто еще так делал? Так, кто еще так делал, напишите, пожалуйста. Может ситуация, наверняка, если здесь есть девочки из кулинарной школы, вы это делали, потому что у нас был такой целый блок и целый курс, у нас было там домашнее задание, экзамен в кулинарной школе, поэтому точно вы делали. Кто еще такое делал, пишите плюсик. Если нет, если для вас это совершенно новый опыт, напишите, пожалуйста, минус. Ну вот плюс-минус. Плюс это вы делали такое, минус это нет, это совершенно новый опыт. Так, Вера спрашивает, можно на месяц заморозку делать или только на две недели? Можно на месяц, но будет тяжело физически, потому что за целый день вы успеете приготовить, ну, на две недели. По мере моего как опыта и продвижения в этой теме, у меня первые вот такие заготовки занимал весь день, часов 8. Уже последние, ну, наверное, последние несколько лет, когда я делала такие заготовки, я успеваю за 4-5 часов. Но это все равно достаточно напряженно, поэтому лучше не на месяц, лучше из расчета на одну, на две недели. Так, я вижу по вашим ответам, девочки, что большинство из вас не сделали такое. Есть те, кто делал, есть те, кто во время, после прохождения, Нелли пишет, после прохождения кулинарной школы, во время стройки очень спасает, во время ремонта стройки, во время переездов, да, это отлично. Ага, опыт минимальный. Ну, хорошо. Давайте тогда обратимся, вообще зачем это делать, да? Ну, в каких ситуациях я это использую, я рассказала. Кому надоело каждый день готовить, вот есть такая классная картинка, она мне очень нравится, как здесь на презентации вы видите, да? Проснулась утром, лежу, жду, когда мама завтрак приготовит, потом вспомнила, что мама это я. В первую очередь, вот этот способ экономии времени, полуфабрикатом, он будет актуальным в семьях, где есть дети, да? Где вы должны готовить не только для себя, и не только даже для себя и для мужа, но в том числе для семьи. Там маленькая, большая, даже семья из трех человек, это уже большая нагрузка на маму, поэтому мамы это мы, взрослые сейчас это мы, поэтому, да, мы готовим каждый день. Кому надоело каждый день готовить, напишите, пожалуйста, мне, слово мне, да? Даже, тоже девочки приходят ко мне в кулинарную школу, и с разным настроением, даже девочки, которые любят готовить, и выходили замуж, или до рождения ребенка занимались этим с удовольствием, с вдохновением, но когда это превращается в рутину, когда нужно кого-то кормить несколько раз в день, то как-то удовольствие сразу пропадает, да? То есть не путаем туризм и эмиграцию, вот в этом случае, в этом случае, как я говорю, не так сложно завоевать мужчину, как каждый день кормить его в плену, да? Но тут к нам, к девушкам замужней прибавляются обычно дети, вижу, что пишите мне, 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 да, вот, надоело каждый день готовить. Вот в этом ситуации, кроме тех, что я перечислила, попробуйте хотя бы раз перейти в такой режим, когда вы говорите, да, я выделяю целый день, я готовлю, но потом я отправляю себя от плиты, от тряпки, от уборки, от готовки в отпуск на две недели. Вот хотя бы раз это сделаете, вы почувствуете огромное удовольствие, когда вы не готовите каждый день, а, например, готовите два раза в месяц. Это не значит, что в этом режиме нужно жить всегда, это не значит, что вы вообще не будете готовить. Вот в этом случае вы будете уже готовить по желанию, по настроению. Захотели, сделали салатик, захотели, сделали какое-то там блюдо основное, но у вас запас уже есть, который снимает основную головную боль, что приготовить на ужин и что должно быть в холодильнике, да. По полуфабрикатам, это понятно, вижу, что многие пишут мне, 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 но было бы странно, да, было бы странно, если бы вы пришли в такой вебинар, который заявлен как полуфабрикаты, и для вас было бы это не очень актуально. А, Ирина пишет, надоело не то слово, у меня дочь инвалид сама не ест, еще и кормлют четыре раза, держитесь, держитесь. Особенно, да, тяжело мамам, которые дети с особенностями, тяжело мамам, у которых дети велики и нехочухи, это прямо, вот дети, которые отказываются, ей все незнакомое, вот приходится что-то придумывать. Итак, вот, понятно, да, вводная часть, для чего нам это нужно, и сейчас я буду, смотрите, ввести вебинар таким образом, что я буду теоретическую часть рассказывать вам словами, а какую-то кулинарную буду показывать. Я сейчас вам покажу ролик, видео, он длится одну минуту, возможно, вы его видели, потому что я его, когда вас приглашала, показывала, мне сейчас нужно знать, видите ли вы его, будет ли у вас хороший звук, качество, когда я его запущу. Если да, напишите просто плюсик, да, и я тогда его продолжу, не буду останавливать, хорошо? Договорились. Так, значит, сейчас запущу минутку, и буду немножко переключаться. В этом видео я покажу, как делаю заготовки полуфабрикаты на 2 недели вперед. Делаю я это для того, чтобы освободить свое время. В ближайшие 2 недели меня ждет напряженный период, когда не будет времени готовить. То есть не будет 2 часов времени каждый день, чтобы готовить завтрак, обед, ужин. Но будет минут 15-20, и этого времени будет достаточно, чтобы приготовить еду из полуфабрикатов и заготовок. Сейчас вы видите 12 разных полуфабрикатов и заготовок. Тут 4 заготовки для завтрака, 4 заготовки для обеда, и 4 заготовки для ужина. Так как все порции рассчитаны на 3-4 приема, то этого хватит ровно на 2 недели для семьи из 4-5 человек. Сначала я покажу, как все выглядит в готовом виде, а потом расскажу, как это готовится. Внизу этого видео есть ссылка на меню и рецепты. Переходите по ссылке, чтобы вы их могли скачать. Для этого надо подписаться на рассылку. Супер, вижу ваши плюсики, значит, все идет хорошо. Я по ходу нашей встречи буду в несколько раз переключать и показывать такие видеоролики, видеоуроки. Понятно, да? Вот вы сейчас увидели, что такое полуфабрикаты, как это выглядит в итоговом виде. И вот это из расчета на семью из 4-х человек на 2 недели. То есть вот такое количество, 4 завтрака, 4 основных блюда, 4 первых блюда. Что такое вообще полуфабрикаты? Чем они отличаются? Вот если вы здесь обратили внимание, это не готовые были блюда, не продукты. Это именно полуфабрикаты. То есть это продукты, которые не закончены в приготовлении, они требуют еще какого-то кулинарного этапа в процессах. Чаще всего это еще один этап процесс тепловой обработки. То есть что-то сварить, пожарить, запечь и так далее. Но когда вы делаете такие полуфабрикаты, они сокращают время приготовления колоссально. Ну, примерно на 90%. Ну, представьте себе, пельмени. То есть они уже полностью, там тесто раскатано, пельмени слеплены, фарш сделан. То есть вы их уже налепили, заморозили, вам осталось только воду добавить. То есть 90% работы уже сделаны. И вот когда у вас будут такие полуфабрикаты, и вы их готовите, соответственно, вы тем самым, имея их в морозилке, можете делать, или в холодильнике, можете делать очень быстро, там, обеды, ужины, за 15 минут, завтраки. То есть их выгодно готовить много, с большим запасом, чтобы хватило там не на один прием пищи, да, а на несколько приемов пищи сразу. И еще один такой лайфхак. Не все любят замороженную еду готовую. Очень многие относятся к ней таким недоверием, да, ну, как это так, еда из морозилки, может быть, с ней что-то не то. Хотя это абсолютно миф, еда, заморозка, это вообще способ сохранения продуктов, которые сама природа придумала. Достаточно вспомнить, как зимой, когда сходит снег, все оживает в природе, ничего там живого, и такого витальной силы ничего не убито, все хорошо. Но бывают люди с таким предубеждением. Но они, как правило, никаких вопросов не имеют к полуфабрикатам, да. То есть пельмени сваренные, нормально. Полуфабрикат, который, там, котлеты, которые перед, после заморозки еще жарятся или тушатся, или готовятся каким-то другим способом, тоже нормально. Вареники нормально, да, замороженные. Вот для таких людей подойдет вот этот способ заморозки полуфабриката. Еще я хочу обратить внимание ваше на картинки, которые здесь я использую в презентации. Все эти картинки, это картинки учениц кулинарной школы. Я взяла то, что они готовили как раз на экзамене, когда готовили один раз на две недели. Это не мои фотографии. Вот еще вот эта фотография холодильник. Холодильник мечты, да, когда вы открываете холодильник. И вообще, что можно приготовить на ужин, он прям перед глазами, потому что все уже готово. Ну и здесь, на этой фотографии. Ну и смотрите тоже по презентации, по ходу, смотрите, какие заготовки готовят девочки и подхватываете эти идеи. Но чтобы готовить вот так вот один раз на две недели, на самом деле нужно много знать, многому научиться. То есть вот прямо целый комплекс. Я пыталась в один слайд все это вместить, получилось очень мелко, поэтому я вам просто зачитаю. Понятно, что нужно знать, какие полуфабрикаты. Можно замораживать дома, именно в домашних условиях. Нужно знать, как замораживать мясо, птицу, рыбу, готовые блюда из творога, блюда из теста, заготовки для разных остальных блюд, для первых блюд и так далее. Я сама мелко не могу прочитать, уже сама просто по ходу вспоминаю, немножко заговариваюсь. Ладно, то, что вспомню. То есть нужно уметь составлять меню, нужно знать, какие рецепты использовать, нужно уметь составлять сценарии, нужно знать технологию заморозки, разморозки и хранения готовых блюд. Ну, то есть целый-целый комплекс знаний. Поэтому мы с вами сегодня, естественно, все это не успеем изучить, потому что вот то, что я сейчас перечислила, и то, что нужно знать, чтобы делать такие заготовки на две недели, мы это, ну, это проходится две недели в тренинг по заморозке в кулинарной школе, и плюс еще одна неделя, когда мы изучаем вот этот весь процесс, составление сценариев, меню, в блоке, как готовить один раз на две недели. Ну, то, что я успею вам за вот этот час дать сегодня, то, что успею вам рассказать, во-первых, какие полуфабрикаты можно замораживать дома, прямо списочек вы увидите, что нужно подготовить для заготовки полуфабрикатов на две недели вперед, то есть до того, как вы начинаете это готовить, нужно провести определенный этап подготовки, чтобы это проходило все быстрее, легче и понятнее. Вот тоже расскажу об этом сегодня. Будут примеры в виде видео, в виде картинок, все это увидите, все будет очень наглядно, но и в конце я расскажу про кулинарную школу, хорошие хозяйки, потому что мы начинаем летний поток набор. Школа идет 3-4 раза в год, обычно по сезонам, и вот летом этого года, 2022, поток начинается 6 июня. Поэтому, если вы присматривались к кулинарной школе, думали идти, вам не идти, очень советую дождаться конца вебинара, потому что я там дам скидку, очень большую для участников, которые пойдут в летнюю школу, вот сейчас участники вебинара, и дам классный бонус для тех, кто оплатит участие, и будет прям действительно очень хороший бонус. Но это будет к самом конце. Вот у нас такой план. Итак, значит, что можно замораживать? Давайте я вам тоже сейчас покажу видео, и вот этап подготовки, как это готовится, вот что нужно сделать до того, как вы начали, собственно, готовить. Сейчас опять переключу на видео урок. Так. Вот. Заготовка домашних полуфабрикатов – это процесс, который можно, разделить на четыре части. И первое – это не тогда, когда мы начинаем готовить. Первая часть – это подготовка. То есть на самом первом этапе нужно выбрать рецепты, нужно составить меню, составить сценарий, то, как вы это будете делать. И в виде такой подготовки мне помогают шпаргалки. Во-первых, я всегда вот и меню, и рецепты распечатываю, чтобы они были под рукой, чтобы ничего не держать в уме, не вспоминать, и готовить уже таком на полуавтомате. Во-вторых, я всегда использую вот такие шпаргалки, они у меня сделаны в виде справочника по заморозке. Вот здесь вот есть правило, как замораживать, как делать заготовки, полуфабрикаты, всех блюд, всех продуктов, которые я чаще всего готовлю. Но вот у меня шпаргалка – это тоже помогает держать перед глазами, а не держать в уме то, что мне нужно будет сделать. То есть что нужно подготовить? Нужно подготовить меню, сценарий, рецепты. Все это в распечатанном виде. И обязательно еще список покупок, потому что список покупок и купить продукты – это как раз и есть второй этап. То есть очень советую продукты покупать за день до, потому что у нас и так день, когда мы готовим полуфабрикаты, он и так достаточно насыщенный, чтобы не терять силы, не терять время. Продукты покупаем до, и часть из них тоже готовим до. Ну, например, можно замочить фасоль, сделать фарш и какие-то такие предварительные кулинарные операции. Третий этап – это уже, собственно, готовка тогда, когда мы готовим. И четвертый этап – это упаковка, это заморозка, когда мы готовим для какого-то хранения краткосрочного или иногда даже на долгий срок. Когда меню составлено, сценарии готовы, рецепты распечатаны, куплены продукты, приготовление начинается с того, что я все продукты, которые мне нужны, достаю, и они должны быть в одном месте, так удобнее будет готовить. Вот здесь продукты для всех заготовок, которые я буду в течение дня готовить. Находятся они рядышком у меня под рукой, и я уже не буду тратить время для того, чтобы метаться по всей кухне и искать, где у меня что находится, все, что мне пригодится. Сейчас вот здесь вот на расстоянии двух рук я могу быстро уже готовить. После того, как я все продукты собрала в одно место, их нужно подготовить. Ну, например, почистить картошку, помыть морковь, тоже очистить, лук нарезать и так далее. Это будет второй этап приготовления. Причем все вместе я делаю все подготовительные кулинарные операции сразу со всеми продуктами. Вот так это выглядит на первом шаге, когда продукты просто подготовлены к кулинарной обработке. А вот так это выглядит уже на втором шаге, когда продукты подготовлены к приготовлению. Что изменилось? Подготовлена капуста для голубцов, она помыта и вырезана в кочерыжка. Здесь клубника наша очищена, сельдерей промыт, очищена от шелухи лук, чеснок промыт, то же самое свекла подготовлена для борща, очищена морковочка, перчик и картошечка. Здесь у нас шпинат и зелень, которая понадобится для того, чтобы нью-йорки приготовить. Разобрана по соцветиям, помыта капуста цветная и брокколи. И на этом этап подготовки продуктов закончен. Первый полуфабрикат, который... Так, все, мы посмотрели. То есть, что здесь, основные мысли, какие здесь, самое главное, то, что вы увидели. И как ведется вот этот процесс подготовки, да, то есть до того, как вы начали готовить, до того даже, как вы начали, купили продукты, то есть нужно продумать, что вы будете готовить, составить меню, составить сценарий подготовки, собрать рецепты, желательно это все распечатать. И за день до приготовления нужно купить продукты. Очень советую покупать не тогда, когда вы будете не в этот день готовить, а тогда, когда у вас будет за день до. То есть вы, когда у вас и так будет большая достаточно нагрузка, ну, на ваши там ноги спину, когда вы будете готовить, поэтому лучше всего сделать покупку заранее, плюс у вас, скорее всего, будут продукты, которые нужно заранее приготовить, вот как в моем примере, это, например, была фасоль, которую нужно было замочить, и это, естественно, нужно было делать с вечера, у вас тоже, скорее всего, будут такие продукты, то есть вы все приготовили, написали сценарий, собрали вот эти рецепты кулофабрикатов, которые будете готовить, и можно приступать, и опять же, когда вы приступаете, этапы, сначала вы собираете все продукты в одно место, потом проводите вот то, что называется на профессиональном языке первичную кулинарную обработку этих продуктов, и уже потом, благодаря тому, что все продукты подготовлены, вы уже очень-очень быстро готовите. Я вам показывала, там был сборник, который я сделала тоже сама для себя, полуфабрикаты, что можно заморозить. Я сначала это все хранила в виде просто табличек в Excel, в Word, которые разрозненные рецепты, потом я сделала сборник, выглядит он вот так. Сейчас я вам тоже покажу. И заодно покажу, какие рецепты, что можно заморозить в виде полуфабрикатов. Вот они сейчас, вы увидите. Так, минутку. Так, так, так. Вот. Сейчас опять переключусь, вам будет удобнее видеть. Вот так. Хорошо, смотрите. Да, то есть вот сборник, заморозка, готовим впрок, домашние полуфабрикаты и заготовки, вот такой справочник. Здесь все основные полуфабрикаты, которые вы можете дома готовить, и которые будут основой ваших там завтраков, обедов и ужинов. Ну, например, полуфабрикаты из мяса. Что это может быть? Голубцы, и винивые, и обычные. Из мяса, котлеты, отбивные, пельмени, тевтели, фаршированные перцы, фрикадельки и чебуреки. Из птицы это отбивные из курицы и индейки, сосиски из курицы, ну, такие базовые вещи. Из рыбы это рыбные котлеты, рыбные стейки. Домашние полуфабрикаты из творога, ленивые вареники, сырники, творожная запеканка. Из теста полуфабрикаты очень хорошо на завтрак, на полдник, в качестве перекуса, с собойки. Ну, само по себе тесто можно замораживать. Можно замораживать готовые изделия практически вот до этапа выпечки, например, булочки. Коржи для тортов и бисквитов, пиццу, вареники. Можно делать заготовки для первых блюд, ну, например, бульон, борщ, рассольник, щи, заправка универсальная, универсальную смесь для супа, овощную смесь с рисом, ну, и суп-конструктор делать. Можно делать заготовки для салатов, причем салатов, которые проходят тепловую обработку, ну, например, сельдь под шубой, заготовку для винегрета, для оливье. Вот салаты из свежих овощей, конечно, мы не замораживаем, а вот такие заготовки вполне можно делать. Заготовки для разных блюд, например, жульен, лазанью, рататуй в виде полуфабриката. Все это не готовое блюдо. Ну, и другие заготовки тоже полуготовый картофель, капотная смесь, овощные кубики, фасоль. Я вот в этом мастер-классе, который и в этом уроке, который я от вас записывала, я старалась по максимуму захватить и показать вот эти полуфабрикаты, которые можно приготовить, и процесс, как их можно приготовить. Но прежде чем я вам покажу сам процесс, напишите мне, пожалуйста, в чат, а какие у вас ожидания от... Вот вы сюда пришли на эту встречу, я уже рассказала, о чем она будет, я уже рассказала примерно, на что можно ориентироваться, какие можно замораживать полуфабрикаты. Расскажите, пожалуйста, ваши ожидания, совпали ли они с тем, что вы ожидали, когда вы шли на эту встречу, да? Возможно, вы хотите, чтобы еще какую-то я тему осветила, ну, возможно, я успею это сделать. Возможно, все просто отлично, все совпало, напишите тогда, ну, давайте, по пятибалльной шкале 5 – это отлично, все хорошо, Даша, просто продолжай. 4 – это хорошо, но не все раскрыто, 3 – удовлетворительно и так далее. И напишите ожидания ваши прямо словами, что вы хотели узнать, что вы хотели услышать. Ну, например, я хотела узнать, как экономить время, или как делать заготовки, или какие можно замораживать полуфабрикаты, или про технологию заморозки. Вот что вы ожидали, и вы уже сейчас понимаете, что вы получаете на этом амбинаре, что у нас, какой у нас процесс, что будет. Так, жду. Есть ли в продаже этот сборник? Ксения спрашивает. В продаже этот сборник есть, и я его дам в качестве еще бонуса для тех, кто пойдет в кулинарную школу. Поэтому лучше идти в кулинарную школу, то есть не переплачивать, там будет этот сборник, ну, вот он будет сейчас бонусом для тех, кто будет на вебинаре. Так, еще вопросы. Так, так, так. Так, так, так. Ага, Ксения совпадает ожидания, хотелось обновить знания. Совпадают пятерочки, пятерочки. Отлично, отлично. Так. Хорошо. Значит, смотрите, девочки, я вижу, что вы пишете, что для вас мало новых знаний, и вам неинтересно. Пожалуйста, давайте так. Никого абсолютно не держу, чтобы не засорять чат, вы просто выключите, пожалуйста, чат. И если для вас это не полезно, не надо рассказывать другим, что вам здесь не нравится. Хорошо? Не мешайте вести, и не мешайте девочкам, которые пришли получить новые знания, потому что вы, возможно, опытные хозяйки, для вас это все известно, и вы умеете все это делать. Это здорово. Но давайте не будем мешать всем остальным, для которых эта информация новая и интересная, и можно увидеть, что можно и как сделать. Хорошо? Ну и просьба модератору помочь с определением направления, если люди не понимают, если люди не понимают задачи этого вебинара, и почему мы здесь собрались. Мы обсуждаем здесь не посторонние темы, мы здесь обсуждаем тему заморозки полуфабрикатов и как готовить 11 на 2 недели. Хорошо? Не буду больше тратить и делать эти лирические отступления. Надеюсь, все поняли мои предупреждения. Так, вопросы. Вопросы, вопросы. Совпадают ожидания. Список заготовок и рецепты. Список заготовок, только что я зачитала, только что вам показала. Вот это типовые полуфабрикаты, которые на 90% закрывают все потребности любой семьи. Это самое распространенное блюдо. Сейчас я их перечислила несколько десятков. Так, технологию разморозки. Вот это мы не успеем разобрать, потому что мы технологию заморозки, разморозки, хранения, мы разбираем это в течение двух недель. Нам просто времени не хватит, чтобы это сделать. Причем по каждому же отдельно продукту и состав готового блюда будет зависеть, как это делать. Ну, просто не успеем. Это уже задачи в кулинарной школе и на тренинге по заморозке. Так, интересно новые рецепты в соусах, маринадах. Например, мы не будем сейчас изучать новые рецепты. Никаких рецептур я не дам. Но мы будем изучать именно то, как с помощью полуфабрикатов готовить один раз на две недели. Так, как организовать день заготовки правильно. Ну, вот сейчас было то, что нужно подготовить. Хорошо. Как узнать про вакуумацию? Про вакуумацию тоже это не тема наша сегодняшняя. Про вакуумацию это отдельный блок будет. Не буду про нее сейчас рассказывать. Это не наша тема. Так, ошибки при подготовке полуфабрикатов можно? Надо собраться с мыслями. Если к концу вебинара вспомнил, тогда скажу. Так, Ксения, я готова сходить в кулинарную школу, мне там понравилось. Спасибо большое. Хотя бы несколько рецептов было бы хорошо и примеров. А, рецепты я вам дам отдельно. То есть те, кто в платной подписке. После этого вебинара я сделаю две вещи. Я сделаю куб для тех, кому интересна эта тема, кто любит делать заморозки, заготовки, полуфабрикаты, для того, чтобы мы продолжили эту тему вместе с вами. И я вышлю рецепты по видео, которым я сейчас показываю. Я вышлю рецепты, как это все готовить. Так что все это будет. Так, отлично. Хорошо. Хорошо. Я не буду сейчас рассказывать девочке про платную подписку. Я буду только в рамках темы, которая у нас сейчас есть. Так, так. Так, все, вижу, отлично. Много вопросов. Много вопросов. Ну, опять же, в связи с тем, что у нас нехватка времени, много знаю, много могу вам рассказать, но в рамках этого часа только про ту тему, которую мы с вами заявили, и ту, которую мы все собрались. Хорошо? Поехали. Значит, понятно, по заморозке, по... Так, 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 сейчас, секунду, найду презентацию опять. Так, по полуфабрикатам, по заморозке... Сейчас вернусь. Ага. Вот. Что можно замораживать, другие полуфабрикаты, это я показала, это я показала. Что подготовить до видео, я показала. Теперь процесс приготовления по сценарию. То есть, когда вы делаете вот этот день... Вот, кстати, был вопрос, расскажу сейчас подробнее про то, как готовить полуфабрикаты. Вот этот сам день, как организовать. Он у вас пройдет очень хорошо, когда вы его запланируете заранее. То есть, вы запишите процесс приготовления, который называется сценарий. То есть, последовательность блюд, как вы их готовите. Естественно, надо готовить не одно блюдо за другим. Нужно параллелить процессы так, чтобы вы одновременно готовили три блюда. Тогда вы будете все это делать очень быстро. И тогда у вас процессы будут накладываться друг на друга, и ваши руки все время будут заняты, ваша техника все время будет работать, и вы успеете это сделать за очень короткий период. Теперь пример. Сейчас покажу пример, как это выглядит. Так, еще одно видео. Включаю. Первый полуфабрикат, который мы готовим, это концентрированный бульон. Для этого нам понадобится курица и разные коренья для того, чтобы бульон ароматизировать. Пока готовится бульон, я приготовлю зеленые котлеты из брокколи, цветной капусты и картофеля. Для этого картофельные клубни надо тщательно промыть вместе с кожурой, вскипятить воду и подсолить. Картошку опустить в кипяток и закипятить, варить до мягкости. Время варки зависит от размера и сорта картофеля. Нужно примерно 20 минут, чтобы картофель стал мягким. Вареную картошку достать из кипятка и остудить. В отдельной кастрюльке вскипятить воду, немного подсолить, опустить в нее цветную капусту и брокколи, кипятить и варить 8-10 минут. Если овощи свежие, предварительно разобрать их на соцветии и варить столько же времени. Отваренные овощи откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой. Оставить на 15-25 минут, чтобы стекла вся от жидкости. В кипящую подсоленную воду всыпать зеленый горошек, свежий или замороженный. Варить 5-8 минут с момента закипания. Откинуть на сито и оставить на 10-15 минут, чтобы стекла вода. Пока варится бульон и овощи для зеленых котлет, время заняться творожными кмедлями с клубникой. Для этого смешаем низкие творог, яйцо, муку, соль, сахар. Перемешаем. Тесто останется липковатым, но так и должно быть. После этого добавить раскопленное сливочное масло. Опять все перемешать, и тесто станет уже почти нелипким. Прикрыть миску с готовым тестом и поставить его минут на 15 в холодильник. Пока тесто остывает в холодильнике, самое время подготовить клубнику. Ягоды промыть, удалить хвостик и обсушить на бумажном полотенце. На влажные ладони из небольшого количества теста сформировать лепешку. На середину выложить клубнику. Обернуть ягоду тестом и хорошенько запщикнуть края. Немного покрутить между ладонями, чтобы поверхность кмедлика стала более гладкой. В чашу блендера добавить соцветия капусты, горошек, нарезанную зелень и картофель. Измельчить все до однородной консистенции. Можно пропустить через мясорубку. Всыпать к овощной массе цельнозерновую муку, перемешать. Добавить соль, перец, кориандр. Опять перемешать. Овощная масса получается довольно густой и хорошо поддается формовке. Если все-таки фарш получился не таким густым, количество муки нужно увеличить до желаемого результата. И для формовки ложкой берем порцию овощной массы, выкладываем на подпыленную мукой доску, обсыпаем мукой, скатаем шарик, приплюскиваем с разных сторон, придаем желаемую форму и все готово. Итак, у нас два блюда готово. Теперь мы приготовим отбивные из курицы. Вот лишний жирок срезаем. Он нам здесь совершенно не нужен. Вот эти все лишние части. И делим филе на две. Если у нас очень крупное, то и три части. Делаем это вот так вот. Отбивные соль и не перчим со всех сторон. И отбиваем. Чтобы брызги не летели, мясо во все стороны, можно покрыть пищевой пленкой. Ну вот у нас получаются отбивные. В каждой такой башенке у меня их три. Это получается на ужин на всю семью. Здесь шесть штук, шесть отбивных в одной такой порции. Теперь ставим вариться фасоль. Проще всего это сделать в мультиварке на режиме тушения. А пока фасоль варится, займемся голубцами. Голубцы я готовлю по классическому рецепту. Мне нужны будут листья капусты, которые я предварительно, чтобы стали мягкими, размягчаю в микроволновке. Отварной рис, обжаренный лук и фарш. Для начинки смешивается лук, рис, фарш. Фаршируются голубцы. И в таком виде, до этапа тепловой обработки, все это идет в заморозку. Параллельно вместе с приготовлением голубцов я готовлю фрикадельки. Тоже очень простой рецепт. Батон, молоко, мясной фарш, соль и специи. Нам нужен батон измельченный. Его заливаем молоком. И добавляем в фарш, солим, перчим по вкусу. В этой сковородке находится такая пассеровка, которую я называю универсальной заправкой для чего угодно. То есть это пассеровка, которая часто добавляется в супы или во вторые блюда, или даже в начинку, в разные пироги, пирожки. Что здесь? Это лук, пассеровочка, морковь. У меня здесь еще сельдерей и немножко зелени. И вот куда это пойдет? То есть половина примерно пойдет вот в такую заготовку для борща. Здесь капуста, свекла. И сюда же я добавлю вот эту универсальную заправку. Это будет такой полуфабрикат для изготовления борща. Только без картошки. Все остальное здесь уже есть. Вот я эти полуфабрикаты сейчас приготовлю. Оставшуюся часть пассеровки я перекладываю в контейнер и заливаю маслом. Она тогда будет храниться очень долго в холодильнике, до двух недель. И уже готов и отфильтрован бульон. Такой полуфабрикат, который я скорее всего буду использовать, когда буду готовить борщ. Осталось приготовить три завтрака в виде полуфабриката колбаски. Начнем мы с овсяного печенья. Я масло растираю с сахаром. Все это делаю в кухонном комбайне. Добавляю яйцо, муку, соду, овсяные хлопья, овьехи. И замешиваю крутое тесто. Тесто складываю в колбаску. И это и есть полуфабрикат. Перед приготовлением нужно будет нарезать поперек ломтиками, толщиной около сантиметр, и запечь в духовке. Теперь готовим сырники. По самому простому рецепту, смешивая вместе все ингредиенты, после этого тесто формуем в колбаску. И вот в таком же виде, в виде колбаски, я замораживаю. Уже после разморозки буду нарезать поперек на каждый сырничек. И сырники буду либо обжаривать, либо готовить на пару, либо запекать. Осталось последнее блюдо. Ньокки со шпинатом. Для этого я картошку отварила, откинула на дуршлаг, и она остыла. Можно уже дальше готовить. Вымытый шпинат нарезать. Окатить кипятком зелень. И сразу же воду слить. Смешиваем все ингредиенты с помощью того же кухонного комбина. Вот здесь находятся завтраки. Ну вот на этом сделаю перерыв. То есть смотрите, по технологии приготовления. Вы могли заметить, что сразу идут параллельные процессы. То есть я готовлю не одно блюдо, я параллелью процессы и заранее их вот так прописываю в сценарий, чтобы знать, что в какой последовательности я делаю. Например, вот кипит бульон, варится бульон в кастрюле, параллельно готовятся овощи для зеленых котлет, горошек, брокколи. Параллельно мои руки делают княги из клубники на завтрак. Вот таким образом весь вы сценарий проходите в течение всего дня. И в итоге что у вас получается? В итоге у вас получается... Сейчас опять переключусь. Не совсем удобно переключаться между вот этими двумя... То есть в итоге дня, я уже снимала следующую часть ролика вечером, то есть у вас вот готовы вот такие полуфабрикаты. Сейчас подробно расскажу, что получилось, почему именно так это выглядит, и как это может выглядеть по вашим рецептам, по вашим сценариям, которые бы вы составили, и по рецептам, которые я тоже дам вам, но или завтра, или уже послезавтра. Так, готовы? Сейчас еще будет еще один ролик. Опять переключаю. Вот здесь находятся завтраки. Вот это кнедли с клубникой. Творожные шарики. Внутри кусочек клубники, или небольшая целая клубничка. В этом пакете они уже подморожены, и будут храниться в морозилке. Это овсяное печенье, тоже в виде полуфабриката. Когда нужно будет приготовить, я его вот так вот разрежу поперек, на кусочки толщиной примерно полсантиметра-сантиметр, и запеку в духовке, и будет овсяное печенье с грецкими орехами. Это ньокки с шпинатом. Состав картофель, сыр, яйцо и шпинат. Они такие зелененькие. Разрезается тоже поперек, и варится точно так же, как и все обычные полуфабрикаты. Это сырники, то есть будущие сырники. Опять же, полностью они в готовом виде, тесто в готовом виде. Останется только нарезать, и сырники пожарить, либо приготовить в духовке, либо на пару. Вот это заготовка для борща. То есть по принципу просто добавь воды. Здесь капуста, свекла, и уже универсальная такая пассеровка из лука, моркови, зелени. Бульон находится вот тут, тоже заготовка. Закипает бульон, добавляется картофель, потом капуста. Все это начинает закипеть, 5 минут кипит, потом свекла опять начинает кипеть, и уже потом пассеровка. И так очень быстро, как из конструктора, собирается борщ. Вот у меня здесь две заготовки на два борща. Пассеровка для супа, или для каких-то вторых блюд, или для начинок. Тут лук, морковь, пассеровка, сельдерей, зелень. Можно по столовой ложке добавлять вот во все блюда, которые я чаще всего и готовлю. Здесь три контейнера с фасолью. Один контейнер будет использован для приготовления фасолевого супа. Это уже полностью отварная готовая фасоль. Один контейнер я буду использовать, когда буду готовить салат с фасолью, со свежими овощами. А этот контейнер, это будущая заготовка для лобио. То есть нужно будет только добавить приправы, специи, орехи, овощи. И лобио очень быстро собирается, потому что фасоль готова к быстрому использованию в других блюдах. Тоже полуфабрикаты, это фрикадельки. Они уже, видите, здесь подмороженные. Здесь либо на суп с фрикадельками их можно использовать. То есть одну часть я планировала использовать, чтобы приготовить суп с фрикадельками очень быстро. А вторую часть для тушения, то есть это такие будущие митболлы, которые можно потушить в соусе. Здесь находятся голубцы. Голубцы вот в таких контейнерах. Тут где-то 7-8 штучек. То есть на 3 ужина или 3 обеда для нашей семьи. Один пойдет в морозилку, один в вакуумацию пойдет и будет храниться в холодильнике. Ну и второй, скорее всего, используем сегодня или завтра. Это отбивные. То есть они уже отбиты со специями, поперчены, посолены. Ну здесь кажется, что это один кусок мяса, но на самом деле здесь 6 отбивных. Они просто рядышком сложены. Пойдут в заморозку и когда нужно будет разморозить, вот по одной сразу на сковородку или в духовку. У меня их 3. Это на 3 ужина для моей семьи. Еще одна заготовка. Я их называю зеленые котлеты. Состав тут зеленый горошек, брокколи, цветная капуста, картофель. То есть постный такой веганский вариант. И скорее это ужина не на всю семью, скорее это для меня, потому что я, только я в семье люблю такие овощные котлеты. Я их обычно готовлю на пару. И вот для меня такие 3 обеда или 3 ужина в разных вариациях. Но еще иногда старшая дочка ест, поэтому тут по 5 штучек в такой каждой заготовке. Вот так все вместе это выглядит. С такими заготовками и полуфабрикатами я могу готовить по-настоящему очень быстро, тратя на каждое блюдо в среднем по 15 минут. А если вам интересный рецепт? Так, ну посмотрели мы, что получилось в итоге. Вот для вас пример, как можно организовать заготовку домашних полуфабрикатов, как происходит процесс, как это выглядит в итоговом виде. Теперь готовы ответить на ваши вопросы. Давайте вот сейчас вот этот момент по тому видео, которое вы видели, вопросы ваши, задавайте, пожалуйста, я отвечу. Да, я вам заранее хотела еще показать. Смотрите, вот в тех полуфабрикатах, которые я готовила, там то, что в виде теста было в виде таких колбасок. Это не всегда обязательно именно так и делать. Делать полуфабрикаты можно несколькими разными способами. Так как у меня был день съемки и мне нужно было отпускать оператора пораньше, поэтому я сделала самый быстрый способ, когда тесто, или, например, сырники делаются в виде теста, в виде такой колбаски. Или, например, у нас там еще был пример с овсяным печеньем, да, с, по-моему, йоки были, со щавелем и так далее. Но есть еще другой способ, если вы никуда не спешите, можно сделать другим способом. Сейчас тоже включу ролик, сейчас тоже увидите. Я покажу на примере котлет, как это сделать, вот, быстренький, простой способ. Вот он. Понятно. То есть можно уже в виде готового изделия по частям таких, по колбаскам, по котлеткам, как вам угодно, как вам больше нравится. Все, сейчас, наверное, дождусь ваши вопросы, отвечу на вот эту часть и пойдем дальше. Пойдем дальше. Так, да, у меня один холодильник, но большой. Так, я как-то заморозила бельную куриную грудку, она порвалась при разморозке, что я делала не так? Я не знаю. Скорее всего, вы не соблюдали технологии либо заморозки, либо хранения, либо разморозки. А что именно, мне мало подробностей. Не могу сказать. Ну, как это, как ставить диагноз по аватарке, тут даже просто по тексту. Так, квадратные контейнеры это от вакууматора очень удачны для морозилки. Да, они, это для вакууматора, потому что часть пойдет в холодильник, часть мы съедим, ну, вот как раз голубцы, и планировалось, что они будут храниться в холодильнике в вакуумированном виде. Так, кухонная техника, которая ускорит процесс, не буду сейчас рассказывать, потому что у нас уже почти час вебинара. Опять, это не наша тема. В следующий раз, девочки, встретимся, я расскажу. У нас обычно в платной подписке в конце месяца я предлагаю тему на выбор. Вы выбираете темы, которые вам интересны. Я про них подробно рассказываю в течение месяца. И если у нас будет тема про кухонную технику, которая помогает экономить время, вот, значит, будем в следующем месяце ее изучать. Но пока не буду тратить на это время. Так, печенье овсяное с содой или разрыхлителем? Потом поднимается? Да, потом поднимается. Никаких вопросов. У меня вот в этом рецепте, по-моему, с разрыхлителем. Так, уже использую заморозку фабрикатов прок, а потом готовлю из этого. Необходимы новые идеи, вдохновения, а также варианты меню. Добро пожаловать в кулинарную школу. Жду вас тогда там. Так, возникает вопрос, а сколько продуктов закупать, как это рассчитать? А это рассчитывается на уровне составления меню. Вы составили меню, потом, то есть, в меню уже понятно, что вы готовите, на какое количество человек, потом вы составляете список продуктов по вашему меню, рассчитываете количество порций, сколько вам нужно покупать, на какое количество человек, потом покупаете эти продукты. то есть, ну, подробно, тоже подробно сейчас не буду об этом рассказывать, это навыки составления меню, это первая неделя кулинарной школы. Девочки, я вижу, что многие из вас ругаются, что я рассказываю про кулинарную школу, но вы мне задаете вопросы, ответы на которые находятся в кулинарной школе, поэтому я все время ее упоминаю, чтобы вы знали, могли рассчитать, сколько вам нужно купить продуктов, вы должны уметь составлять меню и знать эти расчеты, сколько вам нужно порций, сколько человек, это умение, это навык планирования меню на неделю, это первая неделя кулинарной школы. Так, вот, ага, так, так, Наталья, то, что замораживаете, вакуумируете, нет, нет, или вакууматор, или заморозка, ну, я хочу хранить там полгода и больше, тогда и вакууматор, и заморозка, но не это, не этот случай. Юлия, очень здорово, быстро и красиво, вот бы еще уметь составлять такие наборы блюд. Добро пожаловать в кулинарную школу, Юлия, тогда приходите, вот там мы этому учимся. Так, Ирина спрашивает, как вы подготовили капусту для голубцов? в, ну, вы видели, у меня совмещенная с духовкой микроволновка, то есть я их разогрела в микроволновке, потом сняла мягкие листики. Так, голубцы вы вместе, замораживаются они по отдельности на досточке. Вот я вам сейчас не показывала технологию заморозки голубцов и разморозки. Я их замораживаю, конечно, по отдельности на досточке. В этом случае, ну, я повторюсь, в этом случае вот эти голубцы, они в контейнер для эвакуумирования и там другая технология сохранения. Вот я использовала другую технологию. Так, что у меня за комбайн Philips? А как все-таки лучше капусту для голубцов подготовить отварить или в микроволновке? Я читала, вы писали, что отваривать в кочанку нужно и так, и так. Как вам удобно? Если, ну, можно сделать и одним, и вторым способом. Ну, кто-то не любит микроволновку, считая, что там какие-то вредные вещества выделяются за микроволновку. Кто-то относится нормально. Я могу и отваривать, могу и так готовить, как захочется. Большие кочаны, конечно, в микроволновке. Небольшие тогда влезают в кастрюлю. Ну, просто удобство. Так, видео сохранится. Видео вышли тоже всем платным подписчикам, но нужно будет время для того, чтобы его смонтировать. Я думаю, что, ну, может быть, или завтра к вечеру, или послезавтра уже. Так, капусты замораживаются свежие или отварные, смотря в каком рецепте. Если, если про, про заправку для борща, там, бланшированное. Так, тесто для сырников не становится жидким после разморозки? Нет. Нет, 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 все, вопрос есть. Ну, пошлите, пошлите тогда дальше. Хотела тоже показать, вот я вам показывала свои, свои результаты, то есть, то, что я делала, но, опять же, по вот этой технологии, которую я вам показывала, очень многие девочки, которые учились в кулинарной школе, тоже так делали. Это все тоже получается, это не какой-то мой уникальный опыт, это простая технология, по которой, вот, вы действуете по шагам, и раз, два, три, все получается. Но, опять же, вот в презентации картинки, которые учениц кулинарной школы, вот смотрите, они не такие, возможно, презентабельные, с точки зрения показать на видео или на картинках, как у меня, потому что я специально готовила этот мастер-класс, чтобы вам его показать, поэтому у меня все разложено красиво и по порядку, да, вот у меня картинки так. Но у других девочек тоже все замечательно получается, но тут в пакетах что-то видно, что-то видно, вот так заморожено мелко, но, опять же, вот этого количества блюд, это хватает для такой обычной семьи, три, четыре, ну, максимум пять человек, примерно на две недели. Кажется, что мало, но на самом деле, все вот эти блюда отдельно, они сделаны с запасом на несколько приемов пищи. Вот вспомните, у меня, например, была фасоль, да, и фасоль, один раз я ее отваривала, но дальше она как трансформер превращается в три разных блюда. Это лобио, это фасоль для салата и это фасоль для того, чтобы суп сделать из нее, да, или те же фрикадельки. Часть потушу с овощами и соусом, часть превратится в суп с фрикадельками, да, то есть из одного блюда, блюда-трансформер, можно получить несколько разных блюд. Ну, универсальная заправка, там можно тысячу и одно блюдо придумать. Еще несколько примеров. Да, можно замораживать, хотела тоже сказать, можно замораживать как готовое блюдо, но можно замораживать и полуфабрикаты. Опять же, даже когда мы делаем вот такой мастер-класс в кулинарной школе, кто-то выбирает полностью готовое блюдо, чтобы дальше не заморачиваться с тем, чтобы разогревать, опять это все готовить, варить, тушить. Кто-то полностью готовое блюдо, как здесь на картинке, а кто-то делает все в виде полуфабрикатов, потому что, ну, у кого-то муж привередливый, он не понимает, как это, когда еда не свежая, да, тогда идут и хищения, делаются полуфабрикаты, и время сокращается за счет этого. Кто-то делает комбинированные варианты, то есть и готовое блюдо, и полуфабрикаты. Я обычно делаю, когда не делаю специализированные такие штуки, чтобы вам показать на видео, я делаю комбинированные, то есть и готовое блюдо, и полуфабрикаты, и это тоже самый, наверное, оптимальный способ. У меня почему-то перестали показываться ваши комментарии, или я очень захватывающе говорю, или пропала связь. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите. Так, Анастасия спрашивает, реально ли заморозить на семью из девяти человек? Конечно. Ну, придется, конечно, просто большими объемами все это делать и привлекать помощниками, но это ничем, вот этот процесс и технология ничем не отличается. Вы делаете заготовки для семьи из двух человек, из трех человек, из четырех, никакой разницы абсолютно. Плюсики видны. Отлично. А у меня просто зависло видео, я сама себя не вижу. Но буду ориентироваться на ваши плюсики и на вашу обратную связь. Видела вопрос, будет ли сборник для тех, кто учится в кулинарной школе второй? Да, девочки, будет. Завтра у нас как раз урок, я его открою, там будет этот сборник, его покупать дополнительно не надо, у вас он будет включен в материалы кулинарной школы. Ну и, соответственно, масса вопросов, которые вы задаете, как это спрашивать, как это сделать. Вот у нас ровно час прошел, когда я вам рассказывала о технологии, но, как я вам обещала, я не могу рассказать про все, про технологию заморозки, разморозки и про все рецепты, которые я знаю, и про то, как составлять сценарии, как составлять меню и как рассчитывать список покупок. До этого действительно можно научиться, я готова это сделать, буду рада, если вы придете в кулинарную школу. Эта технология есть в кулинарной школе 1, она повторяется в кулинарной школе 2, в виде темы про полуфабрикаты, но если вы не были еще в первой кулинарной школе, то сначала точно надо в первую кулинарную школу, потому что во второй я ничего не рассказываю про технологию заморозки, разморозки, там уже приходят девочки опытные, которые знают, как это делать. Поэтому, что нужно знать, чтобы вы могли повторять вот такие мастер-классы и по ним делать? То есть вы должны уметь и знать, как планировать меню на 1-2 недели, это просто базовый навык, потому что, несмотря на то, что вы готовите все в один день, но на самом деле вы рассчитываете, что вашей семье понадобится в течение 1-2 недель вперед. То есть вы должны понимать, какое количество нужно продуктов, какое количество порций нужно, чтобы всем хватило, чтобы не осталось лишнего, вот этот навык. В кулинарной школе это первая неделя. Первая неделя и составление списка продуктов на 1-2 недели, это тоже вот то, чему учатся вот таким базовым вещам в кулинарной школе вот первая неделя. Потом, естественно, вам надо выбрать качественные продукты, которые перенесут заморозку или вакуумацию. Вот вопрос, который вы спрашивали, что у вас отбивная разлезлась после заморозки, это не факт. Но я предполагаю, что одна из причин могла быть в том, что использовано, ну, например, мясо вы заморозили, которое ранее было заморожено. То есть даже если вы покупали свежую, например, куриную грудку и она в магазине продавалась под видом свежим, это вообще не факт, что она не была раньше заморожена. Это надо отличать. То есть если вы начинаете использовать заморозку, вы должны четко уметь отличать мясо, было заморожено, не было заморожено. А вот рыба, которую вы покупали, была заморожена или не была. То есть понимать вот эти признаки и знать их. Четвертое, что нужно, это вы составляете сценарий процесса. Вот то, в какой последовательности все двигается. На самом деле, это самая такая сложная и трудоемкая часть. Даже не по времени, просто надо вот представить своей голове, написать план вот этого дня, какие рецепты, и даже не рецепты, а вот эти все процессы, которые включены в каждый рецепт, в какой последовательности они идут. То есть у вас, например, вы готовите 12 рецептов, и вы за этих 12 рецептов делаете один большой. То есть, когда что, когда заняты ваши руки, когда занята техника, вот вы сделаете такие сценарии. Ну, естественно, надо уметь готовить вкусно, быстро, полезно, чтобы делать такие мастер-классы. Это такие, ну, действительно, навык для опытных хозяек. И не случайно в кулинарной школе это у нас самый последний блок идет, и он называется экзамен, потому что мы сначала изучаем вот это все, и мы изучаем еще технологию заморозки, хранения и разморозки. Это очень важно, чтобы те блюда, те полуфабрикаты, которые вы приготовили, в них максимально сохранились витамины, полезные вещества, вкус, консистенция. Вот это тоже надо знать. И знать сроки хранения заморозки, вот последнее, то, что, чтобы вы могли рассчитать вот те же фрикадельки или те же тефтели, те же котлет, там, сырники, которые вы заморозили, например, три месяца назад, их еще можно есть или уже как бы не стоит, да, вот эти вещи нужно знать, в этом нужно разбираться. Ну, и по процессам, ну, так процесс и выстроен. И опять же, в кулинарной школе, я уже, кстати, начала рассказывать про кулинарную школу для тех, кто совершенно не интересуется этой темой и не хочет научиться заниматься, вот, экономить свое время и силы с помощью полуфабрикатов, это продолжение нашей темы. Наверное, вам не стоит дальше слушать, но не то, чтобы я вас отговариваю, мне как раз бы хотелось, чтобы вы все пришли учиться в кулинарную школу, и это продолжение этой темы, да, то есть вот мы как раз и идем, это вот программа кулинарной школы в виде карты сокровищ, по которой мы идем, мы как раз и идем по этой программе, мы сначала учимся планировать меню, составлять меню, составлять и рассчитывать порции, количество порций, количество продуктов, потом занимаемся, как выбрать правильные продукты, как выбрать самые вкусные, качественные, с максимальной пользой витаминов, потом занимаемся две недели заморозкой домашними полуфабрикатами, то есть учимся это делать, еще не учимся делать это на две недели вперед, это мы сделаем самым последним блоком, а изучаем именно технологию и делаем такой стратегический запас заморозки, которая всегда должна быть дома которая всегда закрывает вопрос а что же приготовить потом на середине каникулы неделька потом идет док три блюда за 30 минут именно в этом блоке мы учимся составлять сценарий сначала на каких-то простых вещах то есть не на неделе вперед и всего лишь на один ужин из трех блюд но вот понимая этот принцип а как его составлять по сценарий вот этой технологии уже дальше можно научиться делать это на две недели вперед то есть блок три блюда за 30 минут где могут учимся готовить очень быстро три блюда действительно за полчаса потом у нас блок тепловая обработка то есть а как приготовить так как жарить как готовить как варить готовить на пару запекать чтобы максимально сохранялись витамины полезные свойства любых продуктов чтобы питание было здоровым вот это все неделя потом блюдо которое должно уметь готовить каждая хозяйка типовые блюда самые распространенные которые вот просто будут встречаться в очень многих мастер-классах рецептах но тот же борщ тот же плов те же котлеты и хотя я уверена что большинство девочек которые приходят умеют эти блюда готовить но они начинают готовить их профессионально на новом уровне вкусно качественно именно по соблюдая профессиональные технологии и в конце уже когда вы знаете вот эти все знания навыки у вас есть вот тогда идет экзамен который так и называется как готовить один раз на две недели и девочки составляют свои меню сценарии списке продуктов проводят в день на кухне все это готовит тоже присылают потом свои результаты хвастается что у них получилось ну а я хвастаюсь их результатами вот сегодня в презентации все картинки были как раз с мастер-классов которые девочки делали и научились делать для себя потому что одно дело темы сценарии которые рецепты которые даю я но это любимые рецепты мои и моей семьи а мне бы хотелось чтобы вы составляли такие сценарии собирали рецепты которые нравятся вам вашей семье едят все дети любят и вот для этого тоже кулинарная школа и нужна чтобы вы этому могли научиться что еще что еще а бонусы я обещала кто ждет бонусы напишите да а вижу вопросы людмила пишет самое сложное сценарий значит смотрите самое логичное продолжение нашей темы сегодня про полуфабрикаты это дать вам готовый сборник который я составила про сами сами полуфабрикаты да вот он так выглядит я мы его уже показывала когда показывала список сейчас покажу сейчас покажу как он выглядит внутри вот то есть вот этот сборник он действительно очень большой там куча страниц все полуфабрикаты которые вам перечисляла и показывал вот там они все есть именно по технологии но например вот домашние полуфабрикаты из мяса сейчас загрузится страница большой файл не хочет сам грузится и так почему-то у меня не хочет загружаться сейчас обновлю страничку ну ку так дождите минутку это маленькая накладка с ретроградным меркурием ну список я вам уже показывала а ну вот он не открылся на котлеты да то есть вот здесь технология как замораживать котлеты и несколько сразу способов с пошаговыми картинками всего процесса но тот процесс который вам показывала например в коротком видео вот он здесь здесь есть список рецептов как можно эти котлеты приготовить здесь есть время сколько котлеты можно хранить до без термической обработки вот отбивные из мяса вы видели в мастер-классе меня были отбивные из курицы вот так вот я их и готовила да вот технологии заморозки вот здесь это все и вот этот весь сборник с со всеми полуфабрикатами которые были в списке вот значит при если вы идете в кулинарную школу тогда этот сборник я тоже вам дам как продолжение логической вот этой нашей всей темы про про полуфабрикаты и чтобы вам было легче чтобы вы это сами не составляли не придумывали уже использовали мой сборник потому что больше нигде вот такой полной информации такой структурированные собраны вы вообще нигде не найдете них в интернете ни у кого ее нет поэтому в качестве бонуса для учеников летнего потока кулинарной школы он будет кроме того я еще обещала дать скидку тем кто вот оплатит сейчас и пойдет в летний поток кулинарной школы те кто сейчас на вебинаре значит сейчас я открою страничку там появится кнопочка такой баннер по ней можно будет перейти я покажу что будет на этой страничке часто дождусь пока эта кнопочка появится минутку значит на этой страничке во-первых или завтра вечером или послезавтра на скорее всего завтра вечером появится запись вот этого вебинара и эта страничка она уже со скидкой вот вы сюда вниз листаете узнать тарифы и цены где да и сегодня и завтра на этой странице будут цены которые на 10 5000 меньше чем обычно то есть только сегодня и только завтра то есть 14 900 стоит пакет участник 24 900 стоит пакет участник плюс и пакет вип 34 900 то есть сейчас максимальная скидка вот для тех кто на вебинаре для всех кто может успеет завтра записи посмотреть повезет еще будет действовать эта скидка вот находится здесь оплатить можно частями то есть вы переходите можно сразу так даже лучше не нужно будет напоминать потом и оплачивайся частями можно в рассрочку выбирать то есть 4 950 сразу то есть сегодня 4 950 до 6 июля и 5000 последний платеж до 5 августа то есть течение трех месяцев разбивается платеж под вот 4 950 на три части первая часть то есть не обязательно вносить всю сумму прямо вот сейчас и сегодня можно разбивать это на те удобные части которые у вас есть но конечно если возможность есть оплатить всю стоимость сразу это тоже прекрасно сборник получат в любом случае все сборник по домашним полуфабрикатам все кто оплатит сегодня и завтра потому что не все успеют посмотреть не все были на вебинаре сегодня завтра еще кто-то будет смотреть вот эта страничка со скидками будет еще работать сегодня завтра но соответственно 12 часов ночи уже у нас когда будет послезавтра я изменю эти эти цены эти данные и уже не будет это действовать так сейчас я посмотрю если баннер да вот он появился кулинарная школа перейти видите внизу то есть переходите сейчас я расскажу покажу где это все находится так трансляция и и и и секунду то переходите по баннеру вот она кулинарная школа прочитайте программу обязательно я вам только очень очень кратко рассказала ну да 10 даже части не успела рассказать все что там находится в кулинарной школе кстати очень благодарна девочкам которые учились кулинарной школе которые пришли сюда сейчас и дают очень хорошие отзывы о том что вам понравилось что вы учились отзывы кстати внизу страничке вот все отзывы настоящие все отзывы коплю за много-много лет можете почитать можете посмотреть что пишут девочки которые учились какие у них результаты какие впечатления все очень довольны это здорово и вот эта кулинарная школа но вы знаете моя основная тема это не просто как готовить моя основная тема это как готовить быстро вкусно полезно то есть как экономить как сделать так чтобы у вас дома всегда была полезная вкусная домашняя еда а вы тратили на ее приготовление минимум времени сил и денег вот это основная тема и в этой кулинарной школе она раскрыта максимум то есть у нас есть как кулинарные браки блоки которые связаны именно с приготовлением еды так есть и блоки которые связаны с тем что готовить Что готовить быстро, просто, легко. Вот такие системные вещи и системные инструменты, которые позволяют колоссально сэкономить время и сократить его примерно до часа в день, когда вы готовите. Это инструменты заморозка, планирование меню, сценарии, три блюда за 30 минут, готовить один раз на две недели. Вот это все, вот эти блоки, эти инструменты, которые я даю в кулинарной школе. Готовы ответить на ваши вопросы. Так, поясню. Значит, смотрите, оплата, оплатить надо, оформляйте заказ, чтобы за вами сохранилась скидка обязательно сейчас. Вот пока вы видите этот бар, внизу странички, видите серенький? Напишите плюсик, если видите. Переходите и оформляйте заказ, если вы думаете идти в кулинарную школу. У вас тогда скидка сохранится. Ну, по крайней мере, вот в ближайшие два дня. Потом вы можете оплатить по частям. Но не откладывайте на потом, потому что я вот, правда, как сказала, так и будет. Потом цена будет изменится и будет уже старая цена, какая и была раньше. Поэтому лучше оформить заказ сейчас. Если есть вопросы, задавайте. Сборник по полуфабрикатам. Я вышлю, когда начнется кулинарная школа, а начнется она 6 июня. И в тот блок, когда мы будем изучать домашние полуфабрикаты. То есть, когда мы дойдем до блока по заморозке, я вышлю всем участникам вот этого вебинара, кто сейчас оплатит, сборник по домашним полуфабрикатам. И вопросы. Очень хочется научиться, но у нас 7 детей. Это сразу дорого. Можно в рассрочку. Или есть другие варианты? Да, есть рассрочка. Рассрочка на 3 месяца. Кулинарная школа длится 2,5 месяца, поэтому вы можете по месяцам оплачивать. Самый недорогой тариф сейчас это 14 900. Соответственно, 4 950 в месяц вы оплачиваете за месяц. А на 100% у вас кулинарная школа окупится. Буквально вот пока вы будете в ней учиться, у вас уже вернутся эти деньги за счет того, что вы начинаете планировать меню, покупать ровно столько продуктов, сколько вам нужно. Вы начинаете, у вас идет экономия не за счет того, что вы снижаете качество. У вас качество питания вырастает, а деньги, которые вы тратите на питание, они будут сокращаться. Поэтому вот в ситуации с 7 детей, даже если вы на 10% сокращаете расходы, которые у вас сейчас идут на продукты, вы окупаете кулинарную школу вот в первые 3-4 месяца. Поэтому можете посчитать, если вы составляете бюджет, всегда привожу такой пример, что, например, семья из 4-х человек тратит в месяц примерно 50 тысяч в месяц, ну из 4-х, 5-3-х иногда человек 50 тысяч в месяц, это по 5 тысяч, если даже на 10% сократить расходы, то это по 5 тысяч в месяц. Это уже и есть взнос за кулинарную школу. То есть окупается сразу, пока будете учиться. Так, 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 так. Екатерина пишет, сборник отличный, приобрела в самом начале, но еще не готова к полуфабрикату, так как морозилка была завита овощами и ягодами. Да, сборник отличный. Горжусь, горжусь им, да. Так, сейчас. А готовые котлеты мясные, сколько могут в морозилке храниться? Ну, до 2-х месяцев. В сборнике есть пора разморозку? Да, в сборнике, конечно, есть пора разморозку. То есть и как и замораживать, и размораживать, и сколько хранить, и как хранить. Так, Даша, это первая кулинарная школа или вторая тоже со скидкой? Нет, сейчас у нас вторая кулинарная школа, она уже началась. Она, в нее уже нельзя вписаться, мы уже на экваторе, уже у нас прошло, вот сейчас пятая неделя. Поэтому сейчас набирается только поток в первую кулинарную школу, которая начинается 6 июня, летнюю кулинарную школу, вот туда. А пока нет, на вторую кулинарную школу никаких скидок нет. Так, вопросы еще? Это я ответила. Готовые оладьи на кефире и драники можно морозить? Меняется ли вкус в худшую сторону? Вот и да, и нет. Смотрите, если вы правильно замораживаете по технологии, правильно храните и правильно размораживаете, у вас вкус не изменится. Вопрос, знаете ли вы эти правила и правильно ли вы все это сделаете. Если да, все будет отлично, а замораживать можно. Скидка тем, кто проходил школу ранее, 50%. Вот всегда, знаю, что всегда приходят девочки, которым настолько понравилась первая кулинарная школа, что через какое-то время, там год, два, три, хотите повторить и приходите еще раз, и я даю 50% скидки. Для этого Анна нужно написать мне на почту новаясобачкаменюнедели.ру, ну, на ту почту, где вы мне обычно, я вам пересылаю письма, что вы учились, что вы хотите еще раз учиться, и тогда девочки из технической поддержки вам скинут ссылку на 50% скидки. Или сделаете еще хитрее, можете оформить сейчас заказ и не оплатить, и вам тогда перезвонят завтра или послезавтра и спросят, что случилось с оплатой, вы скажете, что вы хотите, вы уже учились и хотите 50% скидки, и вам пришлют эту ссылку. Можно так, можно так. Так, я хочу, Елена спрашивает, я хочу в рассрочку, а будет напоминание о втором платеже или надо себе записать? Будет напоминание, оно приходит на почту, если вдруг нет оплаты, тогда тоже девочки звонят от меня, мои помощницы, и напоминают, так что не переживайте. Так, я была несколько лет назад, программа была другой. Да, Анна, ну да, во-первых, и программа все время меняется. Она менялась до этого года, последние изменения как раз были внесены летом, а потом я поняла, что больше улучшать кулинарную школу первую нельзя, потому что она и так настолько, там много информации, настолько много всего дается, что я поняла, что надо делать вторую кулинарную школу, продолжение, где дать уже новые наработки, новую информацию, новые инструменты, уже во второй кулинарной школе, уже и инструментов, и материалы накопилось на второй. Поэтому больше программ меняться не будет, возможно, будет облегчаться, что-то я из нее буду убирать, чтобы проще было учиться, но добавлять точно не буду. Я уже понимаю, что и так большая нагрузка на учеников в плане множества обилия информации, вот и полезной, и качественной, и все это хочется освоить, и все это хочется побыстрее внедрить, и она действительно очень насыщенная кулинарная школа, она идет, смотрите, она идет два с половиной месяца, причем задания и материалы даются каждый день, кроме воскресенья. Ну, оно небольшие задания, но каждый день маленькими шагами, каждый день что-то вы делаете, что-то вы улучшаете. Так, Людмила, ура, я с вами, я платила первый платеж, рассрочка, супер, отлично, отлично, Людмила, очень рада. Так, Галина, Даша, спасибо, очень хочется в кулинарную школу, буду вас, Галина, очень ждать. На самом деле, вот смотрите, вы в платной рассылке, платная рассылка сама по себе, очень много я там даю, очень много интересного, но это такой начальный уровень, самый первый, а самое интересное, самое полезное, главное, внедрение вот этой информации, которую вы получаете, это только в кулинарной школе, это только в платных программах, где создана вот эта вся система, когда вы приходите и шаг за шагом начинаете внедрять это в свою жизнь, на своей кухне, и внедряете вот эту систему, которая как раз и позволяет сделать так, чтобы у вас дома была полезная, вкусная домашняя еда, при минимальных затратах времени, сил и денег. То есть, вот в идеале, как сейчас видите на презентации, вот в идеале на вопрос, мама, что у нас на ужин, или там, дорогая, что у нас на ужин, вы просто открываете холодильник, и там вот так, да, вот когда вы делаете все заготовки, заморозки, полуфабрикаты, или вот как здесь сейчас на слайде, видите, это вот все фотографии не мои, это ученицы, которые учились в кулинарной школе, а там открываешь морозилку, и вот все понятно, что у нас на ужин, на завтрак, на обед, и вообще в ближайшие две недели вопрос отпадает. И вот эта проблема, когда вы все время надо готовить, и готовка не творчества, не удовольствия, она напрягает, она снимается, потому что вы можете готовить тогда, когда вы хотите, в остальное время не готовите, у вас есть запас еды дома, но он просто есть. Вот вы открыли холодильник, понятно, что можно взять, нету в холодильнике, вы все в заморозку отправили, открыли морозилку, и она вот так вот забита, это то, что мы называем стратегический запас заморозки. Вот он тоже всегда есть, у вас спокойно стоя на душе, что в любой момент семья будет накормлена домашней полезной едой, вкусной, и никаких проблем, что надо срочно все бросать, что-то готовить не будет. Это вообще другое отношение к процессу, ну вот ведения всего домашнего хозяйства, процессу готовки, процессу уборки, да, это когда не рутинная такая обязанность, каждый день, как проклятые вы готовите, убираете, и ненавидя весь этот процесс, все равно им занимаетесь. Ведь можно по-другому. Вот в этом и смысл кулинарной школы, что вы учитесь делать это по-другому, и у вас приготовление еды, все, что связано с готовкой, с уборкой, приобретает вообще другое отношение вы. Вы начинаете радость получать от одной из самых важных женских ролей хозяйки дома. То есть не каторга, это не такое удовольствие, а именно удовольствие, потому что когда у вас все процессы налажены, когда вы знаете, что вы готовите, в каком количестве, что у вас все продукты есть, у вас готовое блюдо есть, все это перестает быть стрессом, это перестает быть какой-то проблемой, это просто нормальный процесс, который не напрягает, который даже творческий, интересный, наладить вот это все и готовить. Поэтому приходите в кулинарную школу, вы вообще по-другому взглянете и посмотрите, как все это можно быть. И сколько бы вы опытные хозяйки приходят, молоденькие девочки, которые только вот замуж вышли или только первый ребенок родился, и они только учатся быть хозяйками, все равно это полезно, все равно это приносит большую пользу. У меня уже, я с вдохновением таким говорю, потому что я 10 лет посвятила этой теме, я настолько верю в то, что если заняться вот этим, если перестроить процессы, когда вы начинаете готовить, например, тратить на кухне только час в день, а потом у вас свободное время, которое вы можете жить так, как вы хотите, проводить время так, как вы хотите, а не вот так, как вы должны на кухне проводить, это другое качество жизни. Это очень здорово. Это многое меняет даже и отношение вот к домашнему труду, отношение к семье, отношение вот к традициям, которые связаны с едой, с питанием, с кулинарными там застольями даже. Это большая часть жизни, еда, приготовление еды, традиции семейные, застольные. И вот если в этой части жизни порядок, если дома всегда есть полезная, вкусная домашняя еда, это просто большое счастье. Не только для вас, но и как бы для всех членов вашей семьи. Поэтому точно приходите в кулинарную школу, будете очень рады, будьте себе благодарны по тому, что приняли такое решение. Ну а ближайшую дату 6 июня жду вас совсем-совсем скоро. Уже собираем поток, собираем первые группы. У нас, как всегда, будут команды, соревнования. Жду вас. Так, ой, извините, вопросы пропустила. Сейчас отвечу, девочки. Баннер все еще здесь внизу, кулинарная школа, где можно перейти, прочитать программу и оплатить. Так, Людмила, ура, я с вами оплатила. Первый платье шерстовочка, отлично. Галина, очень хочется в кулинарную школу, приходите. Было полезно. А 50% будет на любом тарифе? Скидка? Нет. На тарифе, на тарифе участник есть 50% скидка. И, ну, в зависимости от того, на каком тарифе вы были раньше. Вы напишите, пожалуйста, на каком были раньше. Но мы даем 50% на тариф участник, а на другие тарифы зависит от того, на каком тарифе вы были. Скидка от какой суммы? Смотрите, вот на этой странице, где сейчас висит ссылка, сумма начинается от 14... Давайте я вам покажу лучше. Так, сейчас я вам покажу. Так, вот. Сумма начинается в 14 900. Вторая стоимость, участник плюс, там, где есть проверка домашних заданий, помощи в его выполнении, то есть обратная связь, 24 900. И третий, там, где VIP-тариф, там, где есть блок управления домашним персоналом, делегирование домашней работы, помощницы по хозяйству, 34 900. Вот здесь видны все тарифы, видны все суммы, выбирайте любой. Выбирайте, какой вам больше нравится. Все хороши, все хороши по-своему. Везде есть плюсы, везде есть, ну, где-то плюсы в цене, где-то плюсы в объеме информации, где-то специфические какие-то сведения, которые вот именно на тарифе VIP. Приходите на любой тариф, всегда буду, в любом случае, буду вам рада. Так. А где можно купить сборник по заморозке без кулинарной школы? Можно купить, сейчас-сейчас-сейчас найду, сейчас найду, кто-то-то, тоже покажу. Так, виден экран, да? Вот вы заходите на мой сайт. Здесь есть такая вкладка тренинги и программы. Самые лучшие две программы это кулинарная школа 1, кулинарная школа 2. Здесь есть еще и сборники, нету, надо добавить. А, вот, карточки-сборники. Справочник по заморозке. Вот здесь. Здесь описание, что он нужен, оглавление и стоимость. Вот здесь. У нас какая длинная-длинная страничка. Вот, стоимость 4,975, справочник по заморозке. А вся кулинарная школа 14,900. Вот, правда, лучше в кулинарную школу. Там и справочник по заморозке будет, и все остальное тоже. Так, Дарья очень довольна вебинаром. Спасибо огромное, получила новое знание. Спасибо большое. Спасибо, Людмила. А 14,900 для тех, кто учился в первой кулинарной школе, будет тоже 50% скидка. Да, представляете, аттракцион невиданной щедрости. Но только сегодня и завтра, если вы оформите. Да, будет тогда вообще 7,450. Вот повезло. Вы пришли на вебинар, вам повезло. Вы узнали и про скидку 50% и про скидку, которая есть сейчас для участников вебинара. Так, скажите, пожалуйста, разницу между кулинарной школой и кулинарной школой 2.0. Кулинарная школа 2.0 – это как продолжение кулинарной. Для тех, кто учился в кулинарной школе 1. То есть мы изучаем все ту же тему, как экономить время, силы и деньги на кухне, сделать так, чтобы дома была всегда полезная и вкусная домашняя еда, но на более новом, сложном и продвинутом уровне. То есть мы изучаем новые темы, которых нет в кулинарной школе 1.0. Ну, например, мы сейчас прошли блок про организацию пространства на кухне. Потом у нас был блок про составление бюджета, домашние финансы. Потом у нас был блок про приготовление в мультиварке. Вот сейчас мы как раз готовим у нас блок про домашние полуфабрикаты. И благодаря этому я тоже провела этот вебинар, потому что есть материалы на эту тему. У нас там будет блок про вакуумацию. Вы меня спрашивали, когда и где это будет. Это будет там. Вакуумация, сувид, вот эти все процессы. Там будет блок про сезонную заморозку. Ну, в общем, программу можно посмотреть тоже тут. Вот на моем сайте, когда вы заходите, вкладка «Тренинги и программы». И выбираете вкладку вторую «Кулинарная школа 2». И там тоже описана подробная программа, но сейчас набор не идет. То есть мы начали уже 25 апреля. И все, уже группа набрана. Мы уже работаем. Мы уже просто сейчас идем по нашей программе. Так, еще вопросы. Оплатила что дальше? Ага, что будет дальше? Вы оплатили. Вам на e-mail должна прийти ссылка, где на регистрацию. Вот поищите тот e-mail, который вы указывали. Сейчас я себе опять покажу. Тот e-mail, который вы указывали при оформлении заказа, туда придет, во-первых, чек об оплате. Во-вторых, туда придет письмо со ссылкой, с пин-кодом, с доступом в кулинарную школу. Вы туда заходите, но пока там материалов не будет, кроме первой темы знакомства. Вы там отмечаете, что вы получили доступ. А мы начинаем с 6-го числа. 6-го числа, где-то с 9 до 10 утра, вам придет первое письмо со ссылкой на следующую открывшуюся тему. У нас будет организационный вебинар. И вот мы уже пойдем по всей остальной программе. Это будет уже 6-го числа. Найдите письмо на e-mail. Или в спаме посмотрите, если вдруг там нет. Ну, если вдруг там нет, мне опять же на e-mail новая собачка мини-неделя пишите, и я вам отвечу. Или я, или мои помощницы. Может быть, я пропустила. Можно уточнить стоимость сборника по заморозке, где его можно приобрести. А, это я уже показала. Он стоит как треть, как месяц обучения в кулинарной школе. Приходите в кулинарную школу, там он будет бонусом. Еще и получите знания на целый месяц в кулинарной школе. Какие-то, ну, минимум 2 или даже 3 блока программы. Людмила, я 5 лет назад подписалась на вас и все мечтала попасть в вашу кулинарную школу. Вот, наконец-то, случилось. Наконец-то. Отлично, Людмила, очень рада. Очень рада. Точно не пожалеете, потому что кулинарная школа – это самое лучшее, что есть. Можно бесконечно ходить по моим вебинарам. Я надеюсь, они тоже интересные, информационные, но именно вот глубокое изучение, самая полная информация, системный такой подход, когда мы это внедряем и делаем, это именно в кулинарной школе, это на платных программах. Поэтому я рада, что вы тоже приняли такое решение. Так, спасибо за вдохновение, за кулинарную школу. Это другой уровень жизни, другое ощущение уверенности в себе. Это чудесный опыт. Всем советую, мечтаю о второй кулинарной школе. Валерия, спасибо большое. Ну, вторую кулинарную школу тогда я тоже вас жду. Пока все идет неплохо. Надеюсь, отзывы будут очень хорошие. Если они будут хорошие, я тогда сделаю продолжение. Ну, второй поток будет кулинарной школы второй, но пока только мечтаю, еще даже не загадываю. Надеюсь, что оно так и будет. Так, если есть вопросы еще, девочки, спрашивайте, пожалуйста. Спрашивайте. Мы с вами, мы на второй, то есть еще раз повторюсь, что у нас будет дальше. Запись вебинара будет, но нужно время для того, чтобы его обработать, составить, смонтировать. И он будет или уже после обеда завтра, ну или послезавтра. Я создам клуб для тех, кто интересуется этой темой, кто был на вебинаре. Будет клуб как ВКонтакте, так и в Телеграме. Не обязательно туда и туда подписываться. Можно или туда, или туда. Тоже это будет завтра. Я вышлю рецепты, которые вы видели сегодня на вебинаре, для того, чтобы вы могли посмотреть и повторить то, что вам понравилось. И я жду всех в кулинарной школе, которая в летнем потоке кулинарной школы, потому что самое логическое продолжение, именно то, что мы будем там внедрять эту систему, те знания, которые вы получаете в рассылке, там я помогу их притворить в жизнь, чтобы они у вас случились, чтобы вы научились все это делать, чтобы у вас другое качество отношения и качество жизни и отношение к приготовлению еды, к домашнему хозяйству в целом у вас случилось в вашей жизни. И вот как вы здесь видите на презентации, вот так оно было. И суд же не в том, чтобы у вас была еда или забита морозилка, или холодильник, в том, чтобы у вас вот этого вопроса, что опять приготовить, оно у вас просто не раздражало вас, и он перед вами не стоял. Всегда было понятно, что, как, из чего, и вообще вся еда готова уже была. Так, случайно нет дополнительной скидки в кулинарной школе для тех, кто уже купил спорочник по заморозке? Вот эта скидка, которую вы сейчас видите, максимальная. Но если вы пропустите сегодняшний день и не оформите заказ, тогда послезавтра будет скидка всего 10%. То есть для тех, кто учился у меня уже или покупал какие-то продукты, я даю скидку 10%. Ну, если вы на двух, например, тренингах учились, 20%. Если на трех, 30%, но это максимально. Поэтому вот сейчас, если вы пропускаете этот момент, значит, будет скидка 10%. В общем, лучше не пропускайте. Так, обучалась в кулинарной школе давно, можно ли будет попасть в КШ-2 тоже со скидкой? Нет, в кулинарной школе 2 у нас пока скидок никаких нет. Ну вот, кроме 10%, которые есть у нас всегда на второй поток. Юля хороший вопрос задает. Если уехал, например, в отпуск и нет возможности пройти урок, будет ли возможность нагнать? Да, конечно. То есть нету никаких штрафных санкций, вас никто не будет выгонять, если вы замедлитесь. Лучше, конечно, делать вовремя. То есть у меня политика такая, что я даю бонусы и дополнительные какие-то очень хорошие плюшечки за то, что вы делаете все задания вовремя, но не даю никаких штрафных санкций за то, что вы опаздываете. Опять же, лето, понятно, кто-то будет. Кто-то поедет на дачу, кто-то в отпуск, кто-то будет нагонять, кто-то будет медленнее. Это все нормально, это все, как бы, летняя школа у нас так и проходит. Поэтому ничего страшного. Когда вы возвращаетесь, вы просто делаете задания, которые были предыдущие. Или начинаете с того момента, как вернулись, а потом, когда все закончится, пройдете предыдущие темы. Дарья, без проверки домашних заданий эффект будет. Смотрите, у меня вот в кулинарной школе первой нет тарифа без обратной связи полностью в одиночестве. Когда-то он был, назывался тарифный наблюдатель, но потом я разные такие статистики измеряла, и оказалось, что люди, которые учатся без команд, без кураторов, без поддержки капитанов, они намного меньше делают заданий и меньше шансов, что они пройдут всю программу. Поэтому я этот тариф просто убрала, его уже нет и не будет. Есть только тарифы там, где вы учитесь либо в командах, либо и в командах, и у вас есть куратор. Ну или VIP-тариф, где есть вообще все. Поэтому это самые эффективные тарифы. Если вам нужна именно проверка индивидуальная ваших домашних заданий, тогда лучше тариф с куратором. Но это тогда будет, вот вы конкретному человеку будете присылать домашние задания, он будет давать обратную связь по каждому из них. Вас периодически, как это, если вы пропадете, напоминать и пинать, куда вы пропали. Ну, смотрите сами, Елена, как вы обычно учитесь. Кто-то с большой, такой, с уровнем самодисциплины может сам проходить длительные программы. Кому-то нужна поддержка, например, команды, кому-то нужен личный куратор, какой-то такой, который будет так жестко напоминать, где что. Поэтому, не знаю, какой вы человек, берите тариф под ваши характеристики, как вам удобнее. Так, спасибо большое. Ой, приятно, что пишите, что вебинар понравился. Хорошо, если вопросы еще есть, девочки, задавайте. А если нет, напишите мне, пожалуйста, как вам сегодняшний вебинар, понравился или не понравился. Давайте по пятибалльной шкале, где пять – это отлично, четыре – хорошо, три – удовлетворительно, как в школе. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как вам сегодняшний вебинар, вообще сегодняшняя тема, сегодняшняя подача, потому что у меня такой экспериментальный формат, где и теоретическая часть была словами, и практическая часть в виде уроков, чтобы вы могли посмотреть, как это все делается. Напишите, пожалуйста. Так, вижу ваши оценочки. Юля, спасибо, пять. Пять с плюсом даже от Людмилы. Пять с пятерочки. Пятерочки, спасибо большое, девочки. Хорошо, прекрасно. Тогда всем… Да, мне очень приятно. Я все оценочки посмотрю. Тогда всем хорошего вечера. Не забудьте оформить заказ на кулинарную школу. Баннер еще висит, у вас сохранится эта скидка. То есть, если вы пропустите этот момент, все, тогда уже вот сегодня-завтра она еще есть. Нужно оформить заказ, чтобы она у вас сохранилась, и оплатить уже тогда, когда… Ну, можно сегодня, можно завтра, первую часть платежа можно в рассрочку. И всех жду в кулинарной школе. Первой кулинарной школе, летний поток, 6-го числа. Всем пока. Да, всегда вас тоже приятно. Рады встречи. Спасибо большое. А вот Анастасия спрашивает еще вопрос. Можно ли будет перейти на другой тариф в процессе учебы? Да, мы такое разрешаем. Бывает, что человек понимает, что нужно на тариф выше, например, нужна обратная связь. Мы такое разрешаем. Ну, или на тариф ниже, когда понимает, что и так справляется. Все, пятерочки, пятерочки. Спасибо большое, девочки. Все, хорошего вам настроения, хорошего дня, и до встречи в первой кулинарной школе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...